12 апреля в Законодательном собрании Челябинской области прошел второй форум молодых политиков. Торжественно открыл его работу председатель ЗСО Владимир Мякуш. Он рассказал о том, как появилось собрание молодых политиков в регионе и чего оно добилось за годы своей работы. У нас очень активный молодежный парламент, молодежная палата, вообще молодые депутаты активны. Есть наработки определенные, есть опыт, которым можно поделиться, есть планы, которые нужно реализовать. Тем более, что после послания президента Российской Федерации сегодня для молодых открыт простор и дорога в дерзании, в творчестве, в решении тех проблем, которые стоят перед нашей страной. На форуме встретились члены собрания молодых депутатов Челябинской области, молодые депутаты Уральского федерального округа и члены палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. В ходе заседания коллеги обменялись опытом. Главной целью встречи стала подготовка предложений в национальный проект «Десятилетие детства», учрежденный указом президента Владимира Путина. На форуме прозвучали доклады уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Буториной, заместителя министра здравоохранения области Виктории Сахаровой, первого заместителя министра образования Елены Коузовой. Они говорили о том, как защищаются права детей, об организации медицинской помощи дошкольного и общего образования. Вся педиатрическая служба Челябинской области в целом не изменилась. Она имеет сегодня трехуровневую систему. Детей у нас в области с вами стало больше 18 тысяч 150 человек, но, к сожалению, детей до года сокращается с снижением рождаемости, их меньше на 4,5 тысячи. Сегодня уже об этом говорилось, и мы вступаем в первый год десятилетия детства. Да, это правоприемный документ, да, мы продолжаем стратегию и концепцию политики детства, которая реализовывалась в предыдущие годы. И десятилетие детства, по сути, это продолжение того, что заложено государством в понимании политики в сфере детства. О роли религиозных организаций воспитания подрастающего поколения рассказал митрополит Челябинский Мяски Никодим. После выступлений состоялось заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. А затем с политиками пообщался заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын. В рамках форума для гостей организовали экскурсии на предприятии города Челябинска, а также на конно-спортивный комплекс «Рефей» Сосновского района. В работе форума приняли участие молодые депутаты нашего муниципалитета. А 19 апреля в Пласе состоялся межмуниципальный форум членов партии «Единая Россия». В нем приняли участие депутаты ЗАГС Собрания, активы первичных местных отделений, молодежь, лидеры с территорий. Главной темой политической встречи стало послание президента, озвученное Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Действительно, мы за эти годы добились устойчивости в экономике, есть определенный рост. Наше общество стало более зрелое, демократия более прозрачная. Мы научились общаться, научились управлять веренными нам объектами, научились выбирать. У нас появилось какое-то общественное самосознание и политическая зрелость. Делегацию Верхнеуральского района возглавил глава муниципалитета Сергей Айбулатов. Участники форума детально обсудили послание Владимира Путина. Руководитель Пластовского района Александр Неклюдов отметил, что важно не просто говорить о послании, а применять его на практике. Нужны реальные дела. Надо работать. Надо вот это послание его переложить на свою территорию. Что мы можем в этой ситуации? Одна из важнейших задач, которую поставил президент, это доступность и качество медицинской помощи. О ситуации в сфере здравоохранения Верхнеуральского района рассказал глава муниципалитета Сергей Айбулатов. Он сделал акцент на сложной ситуации с медициной в поселениях. Из 37 фельдшерско-акушерских пунктов функционирует только 21. Из них полноценно всего 14. Один ФАП признан аварийным. 36 не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Какую основную проблематику? Это, конечно, дефицит кадрового состава. Значит, второй основной момент – это ограниченная транспортная доступность. Среднее расстояние, я уже говорил, значит, 9 километров до районной больницы – 40 километров. Огромной проблемой является состояние дорожного покрытия. То есть у нас в районе больше 300 километров дорог, значит, и сегодня 371 километр областных дорог, 130 районных дорог, километров я имею в виду. Все они, вот Юрий Раих с Константином Ивановичем не так давно были, проезжали, значит, все они, ну, не совсем в хорошем состоянии. Первый заместитель председателя законодательного собрания Юрий Карликанов спросил у глав других районов, как у них обстоят дела с ФАПами в поселениях. Оказалось, что у всех такая же ситуация. Скажи, такая ситуация с ФАПами у всех территорий? Везде, да? То есть сегодня нехватка специалистов, материально-технических состояний. С 37, как вы сказали, что 14 только как бы благополучные, а 23, получается, неблагополучные или практически их нет. Я считаю, что фельдшеру миллион подъемных надо давать, не 500 тысяч, а миллион. Ну, врачу, конечно, надо два давать. Тем более, вот у нас в Верхнеуральске... То есть увеличили два раза, да? Программу партийного проекта из сельских фельдшеров и сельский доктор, да? Да, земский фельдшер, так называется. Ну, земский фельдшер. Значит, два раза увеличение материального стимулирования. Также Сергей Айбулатов попросил посодействовать в установке модульных ФАПов. В районах требуется минимум четыре. Глава муниципалитета внес предложение усилить работу партии в этом направлении. Глава Верхнеуральска Вячеслав Каланюк выступил с докладом о заработной плате муниципальных служащих. Он поделился актуальной для города и поселений проблемой. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда, зарплата специалистов администрации и технического персонала стала на одном уровне. С этим нужно что-то решать, иначе усилится кадровый голод. То есть специалист, допустим, сельской администрации, городской администрации, мы к нему предъявляем такие требования, как высшее образование. Он должен стать на 44-й закон. Он должен платить у нас хотя бы основой юриспруденции. И сегодня заработная плата наших специалистов и работников администрации уже сравнялась с заработной платой технического персонала. Отсюда мы с вами дальше, к 1 мая. Эта минимальная заработная плата у нас с вами поднимется до 12 838 рублей. У нас заработная плата будет технического персонала, и персонала, который работает в администрации, выравнена. На форуме поднимали вопросы о дальнейшем развитии «Единой России». Говорили о главных ценностях партии, изменениях в партийных проектах, обсуждали пути повышения эффективности партии в решении проблем граждан. Коллеги обменялись мнениями, поделились опытом. Все поднятые темы на форуме станут толчком для выполнения поручений по реализации послания президента.